здравствуйте эта программа для сибирских садоводов самых обычных таких как я и мы ищем ответы на дачные вопросы вместе с экспертом агрономом николаем егоровичем шабаевым здравствуйте сегодня мы посмотрим теплицу посмотрим что можно в это время сделать там вот это моя теплица она занята у меня с апреля по октябрь сначала редис потом укроп петрушка огурцы помидоры виноград дню рождения жены самое большое заблуждение садоводов мне кажется то что в одной теплице нельзя садить разные культуры помидоры с огурцами например ну вот иногда приходится находить выход и золотую середину искать огурцы я сажу в стороне от прохода чтобы минимум сквозняков их задевала потому что им нужна температура 27 и плюс влажность 80 процентов помидоры сажу по очереди в разных местах им нужно 24 и влажность порядка 60 процентов нужно чередование нужен все в оборот ну и все в обороте вот в этом большую роль занимает то что мы называем сорняки получается как промежуточная культура то есть я даю вырасти вот сейчас перец садить я перекопаю и это фидеральное удобрение как удается получать столь ранний урожай в апреле то в теплице еще вроде холодно холодно особенно почва холодная и для того чтобы огурцы росли я закладываю греющий кабель кабель закапываем за неделю до посадки включаем его он нагревает почву как только она прогреется до 15 градусов высаживаем огурцы вот полив тоже для каждой культуры свой кого-то можно с головой душиком поливать а кому-то это очень вредно вот как с этим вы огурцы мы можем поливать из леечки спокойно его увлажнять не только корни а и сами растения спокойно то есть они это любят и под корень тут же то есть вот они обильный полив не любят лучше каждый день понемножку ну помидоры по-другому вот спокойненько леечкой то есть мы льем не под корень а между рядами до льем по всей поверхности потому что корни вот у этого растения но практически в метре в стороне вот поэтому поливаем всю поверхность ник не только под коры в интернете написано что нужно сделать лунки под каждый помидор и лить в лунку ну в лунку лить и это уместно тогда когда мы только высадили высадили растение а дальше корни пошли дальше им тоже нужно питание если мы их не польем то в этом случае вот даже вот так вот спокойненько вот так николай горыч а что делать садоводом которые приезжают на свои участки раз в неделю раз в неделю ну допустим для огурцов это очень плохо но тем не менее надо дозу выливать и хотя бы два раза приезжать помидорам раз в неделю достаточно обильный полив сделать это они ли они к этому лучше предрасположены огурцам более чаще нужен полив и желательно чтобы увлажнение все таки происходило обильный полив это сколько вот скажем на один куст вот такой помидора сколько нужно выливать неделю эти недели мы будем вот за неделю в моей теплице 8 10 литров примерно вот на дана на одно растение нужно естественно они они же вытягиваются в этом случае и 5 литров достаточно вода должна быть теплой особенно для огурцов и помидор тоже желательный полив это утром ну допустим в 6 часов это наиболее оптимальный срок но часто мы утром спешим на работу и не всегда получается но в качестве исключения или допуска вечерний полив ну в солнечное время лучше не поливать какая вода оптимально водопроводная дождевая либо колодезная тут разницы нет она должна быть отстоянная мы с экспертом готовы приехать на ваши садовые участки чтобы ответить на ваши вопросы а может быть вы хотите рассказать о ваших дачных достижениях тоже зовите приедем посмотрим и другим покажем пишите в социальные сети звоните а теперь все в сад